всем привет с вами владимир здоров и журнал moto а еще с нами новейшая модель qg 650 немного немало и свете 650 x если быть совсем точным а вот я только-только привезли страну у нас на сегодняшний момент ноябрь плюс 3 градуса но мы успели спасибо к представительству компании который собственно говоря дало нам право первой ночи почему qg ну вообще глобальная корпорация называется джэньшанг корпорейшн это глобальнейший огромнейший концерт в китае ему очень много чего принадлежит компания была создана восемьдесят пятом году то есть на текущий момент я уже 38 лет если вы подозреваете и чуть-чуть разбираетесь в автомобильных топ знаете что эти парни купили volvo и джели это собственно тоже их часть подразделения кивей это для европейских рынков и qg кстати говоря тоже для европейских рынков компания модельный ряд широчайший а вот это вот подразделение qg для нашего европейского уха более произносимая она как раз занимается мотоциклами вторая по численности по размерам компаний в китае которые производят мотоциклы больше 10 тысяч сотрудников предстоятельства на всех континентных мира кроме антарктиды понятное дело но давайте-ка вернемся поближе к тому что все таки что нам привезли а привезли нам ни много ни мало вы сейчас будете очень сильно удивлены а привезли нам suzuki вестром 650 а почему я так говорю а потому что двигатель здесь а suzuki вестром 650 ни копия ни лицензия это конкретно этот самый двигатель диаметр цилиндра на ход поршня вот здесь будут точные характеристики это все он выдает он у нас 76,1 лошадиной силы на 9000 оборотах в минуту и у него момент крутящий 61 ньютон-метр на 8000 оборотах в минуту естественно это у нас евро по движению сразу расскажу едет он лучше чем вестром потому что разгоняется мотоцикл 200 км в час да по спидометру но тем не менее вестром 650 так в жизни никогда не ездил у него очень большая вкусная середина то есть 130 140 он вообще достаточно легко держит а еще в отличие от вестрома у него здесь ни много ни мало стоят морзоки подвесочка и спереди и сзади причем у нас 43 миллиметровая вилочка регулируется по преднатягу и по гидравлике на моноамортизаторе сзади мы можем заменять преднатяг ход подвески у нас одинаковый что для хвоста что для морды 145 миллиметров такой откровенно кроссоверный даже наверное чуть ближе к дорожнику и по настройкам это первый китайский мотоцикл который меня полностью устроил по настройке да она может быть немножко жестковат в плане туринга но ее можно распустить зато на асфальте мотоцикл себя ведет идеально сразу по шинам здесь стоит maxis venture это у нас тайвань и при том что на улице плюс три плюс четыре градуса шины прогреваются и держат это прямо чудесно а откуда я знаю что они прогреваются потому что у нас бескамерные шины а на тфт планшетике у нас есть датчики давления в этих самых шинах и температура а это очень удобно у тебя на приборке всегда есть показания давления и в передней и в задней шине с температурой и это безопасно если не дай бог что случится то вылезет соответствующая сигналка которая сразу тебе расскажет что у тебя с давлением что-то не то из того что надо отметить на колесах это украине удобно выведены не пиля в бок соответственно очень удобно подкачивать колеса базы соответственно классическая туристическая как у крокодила 1505 миллиметров а естественно в этой жизни не все так идеально потому что снаряженная масса 236 килограммов правда если уж быть совсем процессорозно точным спасибо огромному представительству компании они мне дали полностью спецификацию для европейского рынка когда мотоцикл проходил все есть сертификационные исследования необходимые подтверждения для того чтобы официально продаваться на европейском рынке так вот от заявленных килограммов итальянцы намерили 234 килограмма а если мы отсюда выкидем 20 литровый бензобак а здесь так на секундочку 20 литров топлива то цифры соответственно уже будут куда приемлеме и интереснее а при всем при этом если уж мы заговорили о размерах и габаритах это большой мотоцикл длина у него 2270 миллиметров по рулю 880 миллиметров а по зеркалам аж 950 миллиметров правда сами итальянцы намерили 947 в любом случае это много это конечно не очень удобно в городском трафике с одной стороны но в плане путешествий в плане туризма безусловно это лучше и удобнее кто бы ни что не говорил еще раз возвращаясь к нашим колесам здесь стандартная размерность для современных кроссоверов а именно на морде у нас 19 колесо на хвосте семнашка а в этих размерах у вас выбор резины бесконечный то есть что захотели то и поставили по эргономике сиденье 795 миллиметров это достаточно приемлемая величина но есть нюанс нюанс заключается в том что она довольно широкая она расширяется спереди это безусловно удобно в плане комфорта но для невысоких людей могут возникнуть сложности с заставанием до земли на что называется мире для себя при всем при этом клиренс достаточно приличный 200 миллиметров это хороший клиренс а все что вы сейчас на мотоцикле видите это уже сразу идет сток завода причем например защита здесь не декоративный пластик а прям такая хорошая серьезная железяка то есть тут защита уже ничего делать не нужно а еще сразу вам накидают завода обогрев сиденья и обогрев ручек руля причем без всяких заморочек с приборкой залезание в меню в подменю две отдельных кнопки с индикацией прямо на самой кнопке очень удобно нажал на кнопочку греется нажал не греется еще раз отключилась по ветровичку у него два положения сейчас у нас находится верхнем положении легким движением двух рук мы его соответственно ставим в нижнее положение два у него положения в нижнем положении он наверное будет удобен в раскладе когда на улице жарко и вам нужно что вас обдувал ветер а верхнем положении соответственно для туризма понятное дело что под моей метр девяносто три он коротковат но для более стандартных размеров людей он вполне себе будет рабочим вариантом ну и естественно мы всегда можем какой-нибудь ветрыщок накинуть еще из особенности да дуги очень грамотно сделаны они не на мотор идут а замыкается снизу сами на себе и в случае падения у вас соответственно проблем особых не должно возникнуть туда определенных естественно величин накладки на водительских подножках снимаются это если вы решите удариться во все тяжкие какие-то оффрованные дела для того чтобы получать лучший держак по мотоботам да чтобы не соскакивали ножки с резинок причем сами резинки достаточно толстые таким образом вы можете увеличить треугольник счастья я вот так называю это чтобы у вас нога была не в таком согнутом состоянии потому что чудес не бывает когда у вас сиденье всего 795 миллиметров естественно у вас при клиренсе 200 расстояние для ноги остается не очень большим еще из приятных вещей это сразу идет защита двигателя но здесь есть нюанс она действительно мощно очень выглядит она стальная то есть это прямо железка вот как надо быть но снизу у нее там где-то катализатор довольно большое отверстие видимо для того чтобы катализатор охлаждался как это решается очень просто у завода сразу есть тюнинг есть сразу заводская деталька полностью закрывающая весь низ такая еще более мощная к нему же идут два варианта кофров есть стальные ящики так называемые ящики рыбака которые я вообще не перевариваю на отдых но подготовка для них есть и есть мягкие сумки объемом 30 литров 40 литров и верхняя сумка 60 литров с фирменной написью qg motor теперь по зеркалам понятное дело что под карбор они у нас тут только нарисованы это не карбон было бы странно если бы был здесь карбон никаких вибраций картинка прекрасная из того что положительного что он наследовал этот мотоцикл от suzuki это очень экономичный двигатель то есть за время всех моих экзерсизов и издевательств средний расход выше пяти у меня ни разу не получился по факту если на нем ездить более размеренно и понимать что это не тестовый мотоцикл а вы не беснующийся журналист вроде меня пытающийся выжать из него все соки то расходит будет чуть больше четырех при 20 литровом бензобаке это безусловное благо из того что грамотно сразу сделали наши восточные партнеры это очень компактный глушитель прикрытый теплозащитой это наверное тот редкий случай когда у меня не возникает мгновенного желания глушитель поменять из-за того что он безразмерный ужасная банка в которую ничего не видно достаточно много пространства и сидений для пассажира развитый багажник и соответственно полностью вся светодиодная техника что у нас еще есть по электронике помимо подогрева ручек и подогрева сиденья abs bosch соответственно последнее поколение 9.1 это уже хорошие мозги говоря правильная bs к по поводу bluetooth да вы можете свой телефон поженить с приборкой но особо там вам ничего вкусного не дадут дадут вам только возможность отвечать на звонки слушать музыку но вот такой функционал ну и аптечках у нас здесь радиалка brembo так на секундочку не джей джуан не сезет какие-нибудь а прям настоящий brembo на 320 миллиметровых дисках четырехпоршневые то есть тормозной потенциал здесь заметно превосходит потенциал двигателя и на хвосте у нас работает тоже brembo с диском 260 миллиметров это что касается такой основной фабулы да что здесь и как кстати говоря руль регулируется его тоже можно чуть дальше чуть ближе к себе отодвинуть поставить сбалансированный мотоцикла что я бы поменял глобально мне не очень понравилось что подставка боковая коротенькая соответственно он таким достаточно большим может стоять наклоном и это может создать некоторые проблемы для невысоких людей ну и снаряженная масса все-таки пускай даже честных 234 ну достаточно много для 650-ки да потому что здесь понятное дело стальная рама а при том что маятник у нас задний алюминиевый точнее говоря из алюминиевого сплава ну вот так он он весит хотя если так сказать положить руку на сердце вспомнить сколько весил вестром 650 это весил то он так на секундочку тоже 210 килограммов и ни разу не был легким спортбайком разрывающим все и все это у нас класс бюджетный относительно техники но почему относительно потому что времена изменились но главный вопрос который мне сейчас зададите а денег-то денег-то сколько во что-то там затираешь денег 800 тысяч рублей по нынешним временам вполне себе нормальная история те кто в свое время думал об этом классе техники а у нас в этом формате был ли собственно говоря вестром 150 версу 650 инсишки 700 и вот их заменительный текущий момент только новые только от официалов только с гарантией потому что все вышеперечисленные мнемотики либо сейчас привезут вам серую либо снова таки вам привезут в серую и будто они стоят не 800 а где-то 1.4 1.5 ну вот такая вот дельта да в два в два конца можем так сказать теперь собственно говоря для чего и для кого но в первую очередь для тех кто действительно хочет путешествовать но все-таки преимущественно по дорогам да понятно что если совсем нет головы то наверное на r1 можно ездить по всяким оффроудом и весям но я бы не стал этого делать и дело даже не то что 145 миллиметров всего ход мотоцикл тяжелый есть для этого куда более подходящие модели но вот он не спасует ни с пассажиром ни с водителем мотора реально много но то есть 200 километров в час для 650 ки наверное один из лучших показателей а что касается самого двигателя то этому двигателю suzuki чему практически 20 лет с копейками его куда только компания suzuki не ставила например я свое время ездил на таком мотоцикле как кодживо raptor 650 на котором собственно говоря стоял двигатель от suzuki свой 650 этот же мотор и мы в свое время разогнали на моторном стенде и получили ни много ни мало 70 сил на колесе и я знаю как это сделать и если бы например этот мотоцикл был бы мой я бы поехал к этому самому человеку который мне это делал мы бы выкинули экономию и не в ущерб экономичности и ресурсу еще здесь сил бы семь так восемь отжали получилось бы вообще ракета а я это к чему говорю наверное не нужно это делать на новой технике надо бы не лишиться гарантии так далее но потенциал у этого двигателя если достаточно хороший из того что я бы здесь добавил до достаточно относительно короткое переднее крыло будет означать что у вас грязь будет попадать на радиатор то есть здесь нужен небольшой хагер удлинитель крыла я бы поменял защиту опять же таки на ту который существует ну и наверное выдохнул бы потому что за эти деньги это вполне себе нормальный кроссовер бодрый живое с светодиодной техникой дизайн у него может быть и подлежит обсуждению но если вам вдруг что-то кажется не так с дизайном взгляните пожалуйста на компанию ктм с ее серией adventure 790 890 это и 1290 мне кажется ничего более страшного еще пока никто в этом мире не придумал поэтому нормально здесь с дизайном нормально здесь все с ценовой политикой нормально с комплектующими естественно остаются вопросы по ресурсу по долговечности здесь нам покажет все только время но давайте констатировать очевидный факт в стане 650 кубовых кроссоверов прибавился новый игрок с очень сильными вводами начиная от характеристик и заканчивая ценой на этом все с вами был владимир здоров и журнал moto всем пока